Я коренной Одинцовец, я родился и вырос здесь. Поступил в Ранхикс при президенте, закончил бакалавриат с красным дипломом. И сразу после окончания бакалавриата я поступил в магистратуру факультета государственного управления МГУ. Стал работать тогда в качестве помощника депутата Государственной Думы в комитете по контролю и регламенту. Я увидел, что к нам поступают разрозненные обращения граждан на совершенно различные темы. И часто эти темы совпадали. То есть мы понимали, что существует одна единая проблема для целой социальной категории людей, которая, возможно, будет разрешена, если мы разработаем поправки в законодательство и решим ее системой. С 2019 года я занимаюсь развитием и поддержкой социальных проектов. Как наших собственных, так и сторонних. То есть это значит, что активные люди, желающие делать добрые дела, всегда могут обратиться ко мне, к моей команде. И мы постараемся помочь им всем, чем можно. Есть и сугубо адресные истории, когда людям требуется не какая-то там системная глобальная работа и внесение изменений в законодательство, а когда людям нужна конкретная адресная помощь здесь и сейчас. И поэтому мы решили создать организацию, которая называется Фонд развития социальных проектов «Прогресс». Один из таких флагманских наших проектов, собственных, который ввел наш фонд, я которыми занимался, это проект «Светлое будущее», который потом уже перерос в благотворительную программу «Светлое будущее». Он как раз уходит своими корнями в проблему, когда многие дети-сироты, вот еще там в 19-м году, ну как бы их законные представители, обращались конкретно к нам по разным совершенно вопросам. Допустим, их там где-то обманули с жильем, да, которое им полагается по закону. Где-то они не могли найти себя в жизни в плане дальнейшей работы, вообще профориентации, трудоустройства. И мы поняли, что это большая проблема, и решили поработать именно с ними. И тогда мы организовали всероссийский конкурс «Светлое будущее», который был направлен на то, чтобы отобрать талантливых, скажем так, способных к обучению даже и в высших учебных заведениях детей-сирот. Постарались собрать всех тех, кто может быть полезен для самих детей. Выслушали их, записали предложения, пожелания. И в том числе, одной из проблем, которая тогда волновала ребят, было то, что они не могут планировать свое будущее в рамках поступления в высшие учебные заведения, в институты, в вузы. И мы это услышали и разработали законодательную инициативу о том, чтобы сделать льготу на поступление детей-сирот в вузы бессрочной. То есть превратить их в правах, например, при поступлении к тем же, например, детям-инвалидам. Такой законопроект был разработан, успешно прошел все стадии, соответственно, был подписан президентом и вступил в силу. Перечень вопросов, на самом деле, с которыми мне приходилось сталкиваться в своей работе, и с которыми обращались люди, он очень широкий. Я вижу сегодня возможность применения моего накопленного опыта конкретно для работы здесь, на нашей территории, для наших людей. И чтобы вместе мы могли делать еще больше крутых, классных проектов и добрых дел. И в конечном счете помогать людям.